Добрый вечер, коллеги! Вокруг меня люди, которые не понимают, зачем переплачивать за 18-летний виски, если можно купить 12-летний и немного подождать. А это означает, что в эфире новости из Израиля. На прошлой неделе в Израиле было два центральных события. Первое – это побитый 70-летний рекорд жары, когда в некоторых районах страны термометр показывал аж 52 градуса. А второе событие – это формирование нового израильского правительства. Причем, судя по результату, эти события взаимосвязаны. Самую громкую и скандальную всех парламентариев Мирири Регев назначили на должность министра культуры. Экс-генерала Юава Галланта, которого обвиняли в незаконном строительстве своего дома на чужой территории, назначили министром строительства. Ну а Арье Дерри, который два года отсидел в тюрьме за получение взятки и нарушение общественного доверия, назначили министром экономики. Что ж, можно сказать, что все профессионалы в пределе. Хотя мне больше нравится версия с 52-градусной жарой. Вот так выглядит наше новое правительство. А так оно выглядит на религиозных сайтах. Как вы видите, все лица женщин-министров заретушированы. Конечно, у религиозных есть свои объяснения этому явлению, хотя мне больше понятна версия с 52-градусной жарой. Хорошо, что есть хоть такое правительство. Ведь для того, чтобы уговорить своих политических партнеров вступить в коалицию, нашему премьер-министру Бениамину Натаньяу пришлось нехило покреативить. Например, назначить министра без министерства. Просто министра. Конечно, с зарплаты, с машины, с помощниками, с канцелярией. Просто без обязанностей. Конечно, они находятся на миллионы шекелей в год, но мы не возмущаемся этим. Мы гордимся, ведь в какой еще стране в мире есть такое пособие по безработице. Министры без министерств в Израиле называются министрами без портфеля. А чем они занимаются без портфеля, по мнению простых израильтян, мы узнаем прямо сейчас. Кофе пьет. Кофе, совещание. Разговаривают, я знаю. Перерыв, второе бесполезное совещание. Что-то решают. Работа с документами. Сидят там, что-то пишут, наверное. Кофе, еще одно совещание и домой. В Израиле отличные возможности для разного вида отдыха. Это кто это без портфеля? Дармоед. Деньги получает, нихуя не делай. Интересно, когда появится министр без зарплаты. Будем ждать. Ну а завершить хотелось бы на оптимистической ноте. Аномальная жара прошла, погода наладилась. И сейчас на улице всего 42 градуса. Мы продолжаем следить за новостями в Израиле. Специально для вас Илья Акселерот, Вячеслав Быстрицкий. 24 часа в сутки, 6 дней в неделю. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»!